Сейчас закрыли здание. Вот то здание у нас епархию забирало, но они хотели открыть там в семинаре. Но они не осилили. Здание пришло в негодность, в такое нерабочее состояние. И нам на следующий день его передали назад. Но он памятник пришел. Когда открывали? В девятом году. В девятом году. А зачем отдавали? А хотели там открыть учебные здания. Подождите, я вам направляю за этим. Что нравится? Вы решение принимаете? Хотели. Дальше получилось так. И семинария там не стало? Да, и здание. И здание практически не стало. Вот мы, когда наконец-то начнем принимать решение, просчитывая последствия этого решения. Вот это здание зачем закрыли? Закрыли его, крыша стала очень протекать. Отопление нужно было менять. То есть оно в ненормативном состоянии прошло и требует капитального ремонта. Давайте ремонтировать. Конечно. Конечно. Друзья мои, просто речь о чем идет. В городе такое количество зданий, где здоровые стены. Хороший фундамент. Потому что здание не разваливается, как мы впадали. Мы всегда смотрели памятник истории, историко-культурного наследия, где здание, чтобы спасти, нужно было жить в разы больше средств, если рядом строить новые. Но почему вот так вот мы подходим? Вот у нас кто-то будет просчитывать цену ошибки, цену решения, которое в итоге приводит к большему затрату. Не переживайте. Вот, посмотрите. Протекает так же. Крышу за водой стоит, пускай, максимум 2 минуты. Внутри будет, наверное, стоить. Сейчас, чтобы нам восстановить вот это здание, потребуется 30 минут. Да. Вот это ко всем к нам и к вам тоже, друзья мои, которые здесь присутствуют. У нас это повсеместно. И опять ищем виноватых. Какое здесь виноватые. Представьте, какое здание было построено вот на 1880 году. Добротно построено. Для нас это особое здание. Потому что памятник истории культурного наследия, связанное непосредственно с жизнью нашего земляка. Героя. Героя Великой Отечественной войны. Причем человек, которого вся страна чтит. У нас здесь находится, в Саратовской области, в Петровске. Здание училища, где он сидел за партой. Оно находится в ужасающем состоянии. Тяжелейшем. Это катастрофа. В мозгах наших. Поверьте, вот мы, это здание, даже если у нас средств нет, должны были содержать. Должны были за ним ухаживать, заботиться. Вот только что были с вами в доме-музее. Еще в советский период времени. Дом, где жил дом Васильевич Панфетов. Разобрали по правилам? В речку. В речку. И спустили в речку. А дальше потом вынуждены были аналогичный дом ставить для того, чтобы показывать детям и взрослым, где жила семья, какой был дом. Но это уже не памятник, имеющий отношение непосредственно к человеку. А вот в этом здании Панфилов учился. Он сюда ходил, получает знания. Для нас это крайне важно. Поэтому, коллеги, не с позиции, опять-таки критики, а с позиции, давайте закончим с этим. У нас вот, ведь, да, иногда средств не хватает. Но в данном-то случае, вот вы сами говорите, взяли огромное здание, отдали сначала одним, они не решили тех задач, которые обещали, дальше назад вернули. А все закончилось тем, что здание заколочено. Но, к сожалению, сейчас, конечно, не в состоянии ее восстановить. Вы в состоянии, вы в состоянии. Вы в себя, поверьте, и все будет хорошо. Вы перед собой задачу ставьте, и вы ее решите. Вот, Валерий Васильевич, обсуждали вопрос мостового перехода между Саратовом и Ангельсом. Обсуждали? Обсуждали. Почему? Он в постройке 1965 года. Ремонтирует покрытие асфальтное, ремонтирует перилы, которые иногда цемент сбрасывают, остаются там торчать железяки. Но никто не занимался основой, потому что она в воде. Никто ее не смотрел. А когда губернатор стал изучать этот вопрос, ему специалисты в срочном порядке необходимо искать средства. Давайте сделаем все для того, чтобы сохранить мост на столовой переход между Саратовом и Ангельсом. Иначе мы его потеряем. Да, но параллельно с Валерием Васильевичем начали уже думать о том, чтобы новый мост был построен рядом с мостом ниже по течению, где железнодорожные вот в этом месте заводского района также найдут. Но сколько он будет строиться? А мы не можем себе позволить, чтобы этот мост был разрушен. И вот в течение буквально нескольких дней губернатор выложился, документацию успел подготовить. И сейчас вот решение состоялось. 437 миллионов область получает на восстановление мостового перехода на ремонт. У вас есть такие же возможности. Вот вы услышите, нужно просто в себя поверить, ставить перед собой задачу, причем тяжелую задачу.